МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители, жители, гости города! С праздником, с Днем Великой Победы, говорит и показывает Первый Мытищинский. Этот день мы проводим вместе со всей страной на улицах города. Наши корреспонденты разъехались по разным уголкам муниципалитета, чтобы вы смогли увидеть, как 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне празднуют и в Пироговском, и в Марфино, и, конечно же, в Мытищах. Мы работаем на центральной площади города. Здесь, как всегда, уже с самого раннего утра начали собираться жители. Представлена техника, которая сегодня состоит на вооружении российской армии, и многое другое. Давайте знакомиться и смотреть, что же здесь есть. Что это за техника? С чем вы сегодня приехали? Это пусковая установка и состава зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Предназначена она для хранения, транспортировки и пуска зенитно-управляемых ракет. Боевое дежурство несем и на полигоны выезжаем. И на данный момент аналогов в мире этой техники нет. С каждым часом на улицах города становится все больше людей. Приходят целыми семьями. Особенно приятно, что очень много детворы. Вот вы сейчас видите, как они практически оккупировали технику. Ведь выставка о военной технике – это возможность не только посмотреть, но и потрогать и сфотографироваться с современными боевыми машинами. Молодое поколение интересуется, пусть интересуется. Рассказываем, показываем, им все интересно. Поэтому следим с одной стороны, с другой, с третьей. Поэтому нет вопросов. Им всем интересно. Это новый, единственный экземпляр России на данный момент – Р-166-05. Она входит в комплекс «Антей». Это радиостанция средней мощности. Для работы в радиосетях, как телефонных, так и телеграфных. Вырастали яблоки и груши, поплыли туман над рекой. Выходила на бей, Катюша, на высокий, на бей крутой. Насколько важно было сегодня выйти именно вот в такой одежде? Ну, чтоб ребенок помнил, что День Победы, что это большой праздник. Это великий праздник, как и для всех. Это День Победы. Надеемся, что больше никогда войны такой не будет. И вообще мир, чтоб был всегда на земле. В 10 утра на городском информационном экране началась трансляция Парада Победы на Красной площади. Все, кто в этот момент находились на центральной площади города Мытищи, собрались у монитора. Вы сегодня праздник встречаете здесь вот на площади вместе со всеми мытищинцами. Это у вас традиция такая? Да. А я живу здесь в Матищи. И поэтому приходите вот сразу? Да, всегда прихожу. Когда война началась, сколько вам было? Мне было 10. Приходилось помогать в тылу? У меня мама умерла еще до войны. У меня мамы не было. Мы жили одни. Папу сначала взяли, отпустили. Он говорит, что мы две девочки остались. Здесь было нечего. Ходили картошку делали, собирали. Одни жили ни отца, ни матери. Что бы сегодня пожелали всем ветеранам, всем жителям нашей страны и всего мира? Здоровья самое главное. И чтоб все было хорошо, чтобы не было войны. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня всей семьей? Да, конечно. Что для вас праздник, День Победы? Ну как, это очень важно. Это наша победа. Чувство гордости за наших прадедов, дедов у кого-то. Светлое чувство сегодня с нами. И детям мы показываем. Вот техника поехала. Дети очень хотели и посмотрели на наши площади. Мы могли бы пора дома посмотреть, а вы вышли в город вместе со всей страной, практически. Ну, это дух нашей страны, конечно. Мы хотим показать, что мы все вместе. Да, мы можем и так посидеть вечером. А это чувство наше большое. Ветеранам мы хотим пожелать самое главное здоровья. Они прошли такую тяжелую жизнь. И сейчас мы хотим, чтобы было только светлое небо. Всех с праздником Победы. Спасибо большое нашим дорогим дедушкам, прадедушкам. В это же время здесь проходит акция «Хлеб Победы». Каждый желающий может попробовать кусочек блокадного хлеба. В то время вообще в хлеб добавляли все, что можно было есть. И трава, и обойная мука, и сметки. Когда разбомбили хлебные склады, вот все, что можно было, сметали. И формы даже смазывали, знаете, чем? Солярным маслом. Не было масла. И чтобы хлеб не прилипал, хорошо выходил из формы, Мы вот использовали солярное масло. Наш хлеб, конечно, это очень-очень-очень далекое подобие того хлеба. Сегодня у нас 70 буханок хлеба. Порезали мы его на кусочки, потому что удобнее было брать. А вот 125 грамм, вот этот хлеб, да, это 125 грамм, которые выдавали детям. Вот именно столько. Вот, 125 грамм, это была на суточную дозу, детская суточная доза, иждивенцы получали. Взрослые получали, кто работал на заводе, получали 400 грамм. Потеря карточки не возобновлялась, поэтому если карточку теряли, то это был смертный прикол. Ну что, мы тоже тогда попробуем кусочек блокадного хлеба. Угостите. Спасибо большое. Наверняка этот хлеб гораздо вкуснее того, который был в военные годы. Что ж, а мы идем дальше, знакомиться с экспозицией поискового отряда «Исток». Давайте узнаем, что у них за оружие представлено. Позвольте. Здравствуйте. Мы к вам. Расскажите, пожалуйста, что у вас здесь находится. Ну, у нас представлено как советское оружие, так и части немецкого снаряжения, немецкие мины, боеприпасы. Вот, допустим, смотрите, это немецкая прыгающая мина или мина-липушка, немецкие минометные мины разных калибров, немецкие штыки от винтовок, советский противогаз, немецкий котелок горно-стрелковой дивизии «Дельвейс». Вот еще немецкая противопехотная мина нажимного действия и уже советские гранаты РГД-33 и РФ-1. А откуда все это, скажите, пожалуйста? Это все выкопано в Ржевской, Брянской, Ленинградской области, Курской области, то есть там, где проходили боевые действия. Здравствуйте. А вы представляете, что у вас тоже акция проходит? Это совершенно новое патриотическое течение, называется «Движение за того парня». То есть тот, кто не дошел до Берлина, но тоже мог бы расписаться на Рейхстаге. Фотосессия, она дает на онлайн-сайтах, это все останется информацией, так что каждый, кто расписался, может найти свою подпись. И можно расписываться каждый год, поскольку погибших было столько много, что хватит на все поколения. Ну что ж, и я распишусь тогда в память о своем дедушке Ралько Михаиле Ивановиче. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем на центральных городских улицах уже ограничили движение личного автотранспорта. Все готовятся к шествию бессмертного полка. И на месте сбора участников акции у памятника самолету ПО-2 сейчас находится моя коллега Дарья Ильинская. И я передаю ей слово. Дарья, приветствую тебя. С праздником. Спасибо, Юля. С днем победы, дорогие телезрители. Мы сейчас находимся у памятника самолету ПО-2. Именно здесь уже сформирована колонна бессмертного полка, которая буквально через несколько минут двинется по центральным улицам. Мытищ возглавляет колонну юно-армейцы по традиции, готов к шествию, и духовой оркестр. Здравствуйте. С праздником. Представьтесь, пожалуйста. С праздником. Петр Долинин. Скажите, пожалуйста, какое музыкальное сопровождение будет у шествия? Сегодня будут марши военных лет, самые известные произведения, такие как «Победа Ратюнова», «Прощание славянки», конечно же. В общем, те произведения, которые дороги и близки нашим сердцам, нашим ветеранам, чтобы поздравить всех с праздником. Спасибо вам большое. Количество желающих пронести портрет своего фронтовика или труженикова тыла с каждым годом становится все больше. Но есть и те, которые из года в год не пропускают эту важную акцию. К нам уже присоединился Владимир Яковлевич Гуральник. С праздником вас поздравляем. Скажите, пожалуйста, чей портрет несете вы? Я несу портрет своего отца, который прошел всю войну, начиная с первого дня, с 41-го года, прямо с самого первого дня. Дошел до Берлина и участник штурма Рейхстага. Спасибо вам огромное за эту память. Скажите, пожалуйста, для вас День Победы – это все-таки торжественный праздник или со слезами на глазах? Это и со слезами на глазах, и торжественный праздник. Как отмечают у вас в семье? Ну, отмечают у нас в семье, видите, старшее поколение уже практически нет никого, уже все ушли, только я вот самый старший там в семье сейчас. Ну, сейчас вот собираются, жена там готовит, все приедут, дети мои, внучка придет, внук придет, будем отмечать. В этом году в памятном шествии принимает участие делегация из Чехии, город Попротим, Нимбург. Давайте познакомимся. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваше ощущение, ваше впечатление о таком масштабной акции? Я учитель русского языка. Нам очень приятно посетить город в связи с тем, что наше сотрудничество продолжается. Подписали между школами. Наша школа, с которой мы очень тесно уже несколько лет общаемся, это школа номер пять. Ее директор, ее заместитель представителей здесь. И нам очень приятно участвовать в этом шествии. Здравствуйте, с праздником. Скажите, пожалуйста, чьи портреты несете вы? Я несу портреты моего дедушки в горло Федора Алексеевича и Шана Усакина. Что тебе родители про него рассказывали? Горкишься ли ты своими предками? Они мне ничего не рассказывали. Ну, что рассказывали я не помню, но да, я горжу в семье. Баба, как так получилось? Почему ничего не рассказывали? Очень много у нас дедушек и бабушек он просто не помнит. А так мы все рассказываем. Он наш, мой дедушка, оба по моей, а это наши мамы, дедушки. Что известно про их подвиг? Ну, один у нас был дедушка на тачанке воевал, раненый был в ногу. Второй дедушка был артиллерист. Здесь у нас Горлов был героем, мы даже руку ранили, он был инвалидом. Второй дедушка тоже хороший был солдат. Скажите, пожалуйста, насколько важно для вас с сыном принимать участие в этой акции? И впервые ли вы здесь? Нет, не впервые, каждый год очень важно, конечно же. Гордимся. Гордимся. Улица буквально превратилась в реку из людей. Все несут портреты своих родных и близких, каждый из которых внес свой вклад в победу. Все рады. С праздником, скажи, пожалуйста, чей портрет несешь ты? Я несу портрет Тиграна. Он мне был прадедушка. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь о его подвиге? Кем он служил на войне? Ну, он смог дойти до Берлина со всеми, но не все дошли до туда. Кто-то был ранен, а кто-то даже умер. Но он смог дойти до Берлина. Скажи, пожалуйста, как ты гордишься своим дедом? Я очень хорошо им горжусь. И знаю, что он смелый и сильный. В колонну Бессмертного полка сопровождают волонтеры. Именно они помогают и ветеранам, и пожилым людям, и всем участникам шествия. Многие обращались в центр МФЦ, чтобы изготовить портреты своих близких. Кто-то принес только фотокарточки. У некоторых вообще сохранилась, к сожалению, только память. Но это не имеет никакого значения. Потому что в шествии в Бессмертном полку полное ощущение, что наши предки идут с нами, как живые. Здравствуйте, с праздником. Скажите, пожалуйста, чей портрет несете вы? Здравствуйте, это мой дедушка Геннадий Павлович Болотов. Он воевал во строю 2-го белорусского полка. И был командиром батальона, артиллерист. И дошел до самого Берлина. И даже был некоторое время, как сказать, комендантом города Гале немецкого. И прожил там даже несколько лет. И когда уже стал думать по-немецки, решил возвращаться на родину. И вот это мой дедушка, он умер только в 86-м году. А я его помню. Скажите, такое единение, дух захватывает. Скажите, возможно, в одночасье взять и отменить уже такую полюбившуюся всем? Нет, конечно, нет. Мы три года ходим, три года мы носим. У нас самодельный такой портрет. И вот в следующем году сделаем такой красивый, как в МФЦ делают. С праздником тебя! Как тебя зовут? Никита. Чей портрет Никита несешь ты? Алексеев Андрей Григорьевич. Скажи, пожалуйста, что тебе о нем рассказывали? Мне рассказывали, что он воевал на войне. Кем он воевал? Кем? Я уже не помню, если честно. Да обязательно, обязательно. Пусть по крупицам, но собирай память про своего прадеда. Это очень важно, чтобы мы помнили. Давай всех-всех-всех, кто сегодня здесь собрался, поздравим с праздником. Поздравляю вас всех с праздником. Давай, три-четыре. С днем победы! Ура! Ура! Акция «Бессмертный полк» проходит в пятый раз. Чувствуется колоссальное духовное единение народа, которое в мирное время наша страна еще не знала. В этом году акция проходит в 110 странах мира. Колоссальное количество участников в мытищах только по предварительным данным. В шествии принимают более 20 тысяч человек. «Бессмертный полк» К монументу славы «Вечный огонь», чтобы уже там возложить цветы землякам и тищенцам, которые не вернулись из боя. Колонну встречает наша съемочная группа. Я передаю слово моим коллегам. В это время у Дворца культуры Яуза уже собрались тысячи жителей и гостей города. Все они ждут участников «Бессмертного полка», чтобы после этого возложить цветы к монументу «Вечный огонь». Маленький отец, кто за двагой в сердце ушел с пистолетом на танк. Маленький отец, кто за двагой в сердце, Маленький отец, кто за двагой в сердце, Молчание. Молчание. Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ полковник, военнослужащие Мытищинского гарнизона, для торжественного прохождения в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены помощник начальника гарнизона подполковник Федоров. Мне хочется все вместе нам сегодня, чтобы мы сказали, все вместе сегодня сказали, слова огромной благодарности, низкий поклон и светлая память поколению, поколению победителей. Слова благодарности ветеранам, которые остались рядом с нами, пожелать им долгих лет жизни. Нам хочется, чтобы они побольше были с нами. Дорогие друзья, я всем хочу пожелать в этот прекрасный весенний день прежде всего мира и благополучия, мира над нашей головой, светлого неба, мирного неба. Всем здоровья, счастья и благополучия. С праздником, с праздником Великой Победы. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Юрьевич Чаплин. Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего замечательного, красивого города. Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день мы вспоминаем эти страшные дни, страшные годы этой тяжелой для нашего народа, для нашей страны войны. Мы, конечно, гордимся, гордимся Великой и тяжелой победой. Но прежде всего хочется вспомнить тех, кто уже не с нами. Наших прадедов, наших дедов, для кого-то еще отцов. Мы, молодое поколение, гордимся Великой Победой. И наша задача сделать так, чтобы на нашей русской земле больше не было такой кровавой и страшной войны. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, разрешите выразить всем благодарность, кто сегодня здесь вместе с нами на этой площади и принял участие в замечательной акции «Бессмертный полк» с портретами своих родственников и близких, которые принимали участие в этой страшной войне. Разрешите пожелать вам добровия, добра нам и нашим детям. И также всем нам мирного неба над головой. С праздником! На этом официальная часть мероприятий завершена, но праздник и торжества продолжаются. На улице установилась прекрасная солнечная теплая погода. Мне кажется, людей стало значительно больше. Все вышли на улицу для того, чтобы праздник встретить со всей страной. У всех хорошее настроение. На груди георгиевские ленточки дарят друг другу цветы, поздравляют, фотографируются. Ну и звучат песни, все танцуют, поют. Праздник продолжается. Впереди еще большая концертная программа. Удивительные вещи происходят в такие особенные дни. Сегодня нам посчастливилось встретить участников парада на Красной площади. Это мы, тищенские ветераны. Лев Юрьевич Зубелевич и Софья Алексеевна Милентьева. Они поделились с нами своими впечатлениями от большого праздника. Чувство какое сегодня у вас после парада на Красной площади? Оно намного изменилось в лучшую сторону. Да. Там все было хорошо, отлично. Что вы пожелали всем ветеранам и всем жителям нашей страны и всего мира? Что желаешь для всего мира, всей страны нашему? Что это? Пожелания. А пожелания мира. Основное миро, спокойствие и благополучие. Спасибо большое с праздником. Сухи Алексеевна, можно у вас спросить, как ваши впечатления от парада? Все-таки такая высокая честь. Я в восторге. Необыкновенно. Но это же не ежедневное событие. Исторический, так сказать, момент. Очень понравилось. Все четко, слаженно. Такая техника проходит. Такая мощь. Кажется, нас никто не победит. Пою тебе, тебе одной, дорогая земля моя. Ты наша неизбывная боль. Тебя мы разрываем судьбой. И счастливы мы только с тобой, земля. Дети войны, оборванного Мишку утешала. Девчушка в изувеченной избе. Не плачь, не плачь. Сама не доедала. Пол сухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались. Смешалась кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались одни на свете. Ты и я. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу. И мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу. За то, что наши сосенки горят. Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их девчонок и мальчишек. Осиротила подлая война. Бессмертный полк на 3-4. Катюшу запевай. Рассветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Мы, Тищенцы, с Днем Победы. Сейчас мы находимся в микрорайоне Пироговский. Участники акции «Бессмертный полк» стартовали от храма Преображения Господня. Здесь, наверное, больше сотни участников. Сейчас мы узнаем истории пироговцев. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят. Здравствуйте. Вы сегодня приехали первые на акции. Мы вас видели. Расскажите, пожалуйста, про героя, чей портрет вы сегодня несете. Это мой прадед. Он служил в финскую войну и в Великую Отечественную. У него есть награда Красной Звезды. Орден Отечественный. Давайте назовем его имя Викулов Александр Хедотович. Расскажите, он вернулся с войны как? Он вернулся с войны и здесь продолжал службу, охранял до Черкасовского. Дошел до Берлина, был добровольцем. Видите, Буденовка на нем. Да, если жить, то здесь вот родились. Были у него. В этом поселке. И вот он здесь остался, женился и остался. Родилась я. Скажите, вы в этой акции всегда принимаете участие? Да. Каждый год приезжаем. Это память. Вот я забрался на чердак. Быть может, здесь стоится враг. За домом мы очищаем дом. Врага повсюду мы найдем. У меня на фронт ушел мой дед Петр Безруков со своими племянниками Яковом и Павлом. Павел был разведчик, а Яков был летчик. Они прошли всю войну. Вот это очень знаменитый разведчик. А Безруков Петр с моей мамой, которая еще жива, вот, и школьники вчера поздравляли ее, он встретил войну под самым Брестской крепостью. 204-й гаубичный полк. Он встречал первые танки фашистов и отступил. Лесами Белоруссии выходили в течение трех недель. Мой дед вывел более 200 человек. Ну вот и встретились участники двух колонн, которые шагали по микрорайону Пироговский с песней Катюша. Сейчас совсем скоро начнется торжественный митинг. С Днем Победы! Сегодня наша съемочная группа работает в Жовстово. И здесь уже все готово к автомотопробегу. У кого-то мотоциклы, у кого-то автомобили. Праздничное движение автоколонны началось. В этом году в акции принимает участие более 200 единиц техники. Колонна проследует из Жовстово, далее в Чеверево, затем в Пироговский и вернется обратно в Жовстово. Как мы видим на машинах флаги Российской Федерации и флаги Советского Союза. А сигналы символизируют о том, что сегодня мы вспоминаем погибших. Погибших за наше чистое небо над головой, за нашей жизнью. Где по-настоящему дружно и особенно душевно встречают День Победы? Конечно, на сельских территориях. Например, в Марфино, куда мы и приехали. И сейчас мы вам расскажем, как здесь встречают главный праздник страны. Центр культуры и досуга Марфина всегда готовится ко всем праздничным мероприятиям. Особенно к празднику Дню Победы. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, расскажите, мы знаем, что и на территории Марфина проживают ветераны Великой Отечественной войны и труженики Тейла. Сколько здесь осталось у вас? Знаете, к сожалению, сегодня будут всего лишь два ветерана. Потому что за последние годы их становится все меньше. Уходят от нас, конечно. Да, уходят от нас. И поэтому мы, конечно же, всегда чтим память. И, конечно, мы с большой радостью встречаем наших ветеранов, тех, которые остались. Как-то бессмертный полк уже готовится. Жители Марфина подходят сюда, на площадь, перед центром досуги культуры. И сейчас мы пообщаемся с жителями, которые пришли сюда с своими фотографиями. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай Александрович. Николай Александрович, расскажите, пожалуйста, с кем сегодня пришли, кого вспоминаете, кто изображен на ваших фотографиях? Отец. В 43-м году погиб. Воймал вместе с поляками. Там памятник есть в Ленина, польскому советскому воину. Родился он в 1897 году. Преподаватель, биолог. Ну, зоологи там. Вот, а это его брат. Брат его, да? Брат, дядьку мой. Он призывался, был раньше Ступинский, то есть маленький район, сейчас Ступинский район. А брат преподавал и работал в Коломне. Он с 1905 года ушел добровольцем и пропал без вести. Спасибо вам большое. Спасибо, что рассказали о том, кем вы гордитесь, вашей семьей. Поздравляем вас с Днем Победы, с праздником. Ну, вот уже площадь наполнена людьми, и все хотят рассказать о том, кого они вспоминают. Сегодня в этот день великий праздник, День Победы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Николаевна Белышева. Мой отец, Асеев Николай Васильевич, ушел на фронт с 9 класса, можно сказать. Он 25-го года рождения, в 43-м он ушел на фронт. И вы знаете, мы не знали долго, кем он был. Хотя он выступал каждый год здесь, 9 мая, стрибут. А когда архивные, вот мы подняли все документы, он был военным разведчиком, сапером. У него две медали за отвагу, и одну из которых мне вручали уже после прошли 60 лет. Нашли его. И у него было одно, за что он получил орден Красной Звезды. Это, вы знаете, как сказка. Когда мы прочитали, вот, ну, при приказе написано. То есть он должен был донести донесение. Он нес это донесение и наткнулся на 9 врагов, будем так говорить. Четверых он убил, пятеро разбежались. Донесение он успел. Он сжег, но он его донес в устной форме, рассказал. И когда он шел на обратном пути, он наткнулся на блиндаж, где было семеро фашистов. И он не обошел этот блиндаж. Вы знаете, даже вот, просто сказка, 18 лет отцу было. Он забросал гранатами этот блиндаж и еще двоих привел в плен. То есть он и за Варшаву имеет медаль, орден Отечественной войны. Но умер он в 92-м году уже, вот, с возрастом. Поэтому у меня здесь и две дочери, вот его мама, и зять. То есть мы все чтим и помним память нашего отца. Спасибо большое. У вас легендарная история. Мы вас поздравляем с праздником Днем Победы. Да, спасибо большое. Подготовка к бессмертному полку уже началась. И сзади нас сейчас находится главный баннер. И Елена Владимировна, здравствуйте, прежде всего. Здравствуйте. С праздником вас всех. Сегодня такой замечательный день. 9 мая – это такой знаменательный праздник, который мы должны помнить всегда. Каждый год у нас все больше и больше приходит народа. Тают сердца, которые были равнодушными. Сейчас они тают. И мы рады тому, что эти люди любят этот замечательный праздник. И все, что сегодня происходит, это происходит от чистого сердца. От жителей, жители сами приходят сюда для того, чтобы почтить память наших героев. Бессмертный полк уже начался. Мы видим, как жители поселка Марфина сегодня идут и вспоминают прадедов, своих дедов. Те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, своих героев. Здравствуйте. Расскажите, вы сегодня с кем пришли? У меня Печенкин Николай Васильевич. Это брат моего родного деда. У нас сохранились в семье письма его с фронта. Одно из них – это 1 августа 1941 года, который он писал своей матери о том, что он уходит рвать взорвавшего, убивать взорвавшуюся собаку. И пока не убьют всех фашистов, не вернется. Второе письмо у нас хранится. Это 1943 год из госпиталя, в котором он пишет, что на лечении в Свердловске. И буквально через 10 дней он умирает. Поэтому эти письма мы храним, и память о нем мы тоже очень храним в нашей семье. Действительно, День Победы – это важный праздник для каждой семьи. Практически в каждой семье есть те, кем можно гордиться. Что для вас значит этот день? Правда же, день со слезами на глазах. Радость, слезы, память. Не знаю, смогли бы мы так сейчас повторить то, что повторили они. Что они сделали тогда для нас. Действительно, это великий подвиг, это великие герои. Давайте еще попробуем узнать у жителей, кого сегодня вспоминают они. Это мой дедушка Ильин Петр Георгиевич. Он служил и учился на Дальнем Востоке и участвовал в русско-японской войне. И получил орден второй степени и звезду за победу над Японией. Так что мы очень сильно его любим, помним и благодарны. Спасибо, расскажите. А кто изображал на вашей фотографии? Это мой прадедушка Суворов Александр Афанасьевич. Он воевал на Ленинградском фронте и погиб в 42-м году. Помним, гордимся очень, участвуем в бессмертном полку каждый год. Вы не первый год уже принимаете участие в акции «Бессмертный полк»? Да, мы регулярно ходим, вот уже сколько, наверное, года четыре подряд. Да, нам очень нравится, эмоции переполняет просто. Да, помним. Действительно. Действительно. Благодарны. Это акция, да, здесь такая особая атмосфера. Мы вас поздравляем с праздником Победы. Спасибо и вас с праздником. Спасибо. Праздничные мероприятия продолжаются. Здесь, на набережной реке Яуза, проходит еще одна всероссийская акция «Голубь мира», «Голубь победы». Давайте узнаем у организаторов о цели и смысле акции. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Сигналова Эллада Николаевна, детская архитектурно-художественная школа «Архимед». Расскажите нам, пожалуйста, про акцию «Голубь мира». Дети своими руками делают голубя из бумаги, склеивают, потом прикрепляют на сцену, такая импровизированная фотозона организуется. Всех привлекаем к тому, чтобы что-то сделать своими руками, чтобы это было понимание, что это символ мира. И всех с праздником, с Победой. Спасибо большое. Вас тоже с праздником. Давайте подойдем к участникам. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, уже есть заготовки? Насколько это легко и быстро сделать такого голубя? Да, это очень легко. Мы берем заготовки, вырезаем и, получается, столько склеиваем. То есть это может сделать каждый ребенок. Вырезая, наверняка же думаете о своих близких, воевавших. Есть такие в семье? Да, конечно. У меня очень много близких воевали. И голубь – это является символом мира и светлой памяти тем людям, которые воевали и защищали нашу Родину. О ком вы вспоминаете в эти минуты? Кто-то у вас, может быть, в семье тоже воевал? Да, мы участвовали в акции «Бессмертный полк». У нас воевал наш прадедушка, Лебединский Трофим Алексеевич. Вот его праправнучка. Спасибо школе «Архимед», что дали нам такую возможность присоединиться к их красивому проекту. Мы там, оказывается, учимся тоже. Спасибо вас праздникам и всех тоже. Настроение у всех отличное. Все прогуливаются по набережной реки Яуза. До сих пор еще все держат, естественно, портреты своих близких. Здравствуйте с праздником. Вы были в акции «Бессмертный полк»? Да. Мы каждый год участвуем в акции. Поздравляем всех, желаем счастья, здоровья, чтобы был мир над нашей головой, чтобы нас никогда не посетило такое вот событие, как было. Ваше впечатление? Я считаю, что данная акция «Бессмертный полк», которая вот последние годы проходит, это очень хорошее событие, что есть возможность показать всем, какие родственники воевали, и чтобы все знали и все помнили о победе в Великой Отечественной войне. Поздравляем с праздником. На дровах, наверное, потому что делается. По-настоящему полевая кухня. Ну сейчас уже подкрепились. Давайте поздравим всех с праздником, с Днем Победы. Что пожелаете? Самое главное – мирное небо над головой. Здоровья. И все остальное приложится. С праздником, дорогие страны. С праздником. Пойдем. Там каша на вкус. Отлично. В чем секрет? Как вам кажется, девчонки, мама такую же вкусную кашу дома готовит? Эээээ... Не знаю. Мама, в чем секрет? Как вы думаете, почему каша-то здесь из военной полевой кухни такая вкусная? Ну, на костре как бы готовится. Ну, на костре фактически на огне готовится, поэтому такая вкусная. Центральный парк, пожалуй, самое любимое место отдыха всех мытищенцев Сегодня он тоже как будто переобразился Наполнился еще больше детским смехом, ощущением мира, всеобщей радости На этой площадке тоже в стихах и песнях поздравляют героев-победителей Поздравляют всех с Днем Великой Победы До рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гормонь Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гормонь Также в Центральном парке проходят многочисленные мастер-классы В которых просто необходимо поучаствовать Давайте узнаем, чему учат здесь Здравствуйте, мы делаем вот таких замечательных солдатиков Конечно же, символ Победы, Георгиевскую ленточку Дальше вы можете пройти и разрисовать солдатика на деревянной основе А также сделать пятиконечную звезду Ну, тоже символ Победы Ну, муниципальное автономное учреждение культуры Библиотечный информационный центр Поздравляем всех с 9 мая Желаем всем здоровья, счастья И, конечно же, мирного неба над головой С днем Победы Давайте все вместе, три, четыре С днем Победы! Ура! Чтобы День Победы навсегда остался в памяти Можно еще сделать вот такие открытки Давайте подойдем поближе и посмотрим Расскажите, пожалуйста, что самое главное, что было на открытке? На открытке? А что дети выберут? В общем, у нас здесь образцы И они выбирают по своему усмотрению Что они хотят видеть на своей открыточке То есть двух одинаковых открыток точно? Нету, нету абсолютно Они выбирают абсолютно разные Здесь у нас наборы есть Что они хотят, то они и делают И я смотрю, запечатлены кадры победы, встречи героев, победителей Да, либо вот у нас здесь есть современные кадры То есть вот Либо у нас есть военная тематика То есть вот они выбирают либо современная военная тематика Которая вот была в 41-45 году И есть еще стихи о победе С днем победы тебя поздравляю я не вдруг За счастье погибали деды Но ты выжил Поэтому выжили и мы С праздником Стихи и песни о войне Звучат на всех площадках в парке И сразу вспоминается стижок Который солдаты передавали друг друга во время войны Кто сказал, что надо бросить песни о войне? После боя сердце просит музыки вдвойне Не замрет, не загорожит рука В полчеред пришла пора Вперед песня пела Все очень шире вышли Размерся все, что завтра ждет С березом слышу весом Стихают желтый лиц Стримый вальс Осенний сон Рай гармонит Вздыхают, жалуясь в пасы Стром на забытьи Стром на забытье Стром на забытье Стром на забытье Нина Васильевна, здравствуйте В Пироговском есть еще одна замечательная традиция Устраивать такие торжественные чаепития Расскажите, кого вы приглашаете на них И кто выступает для наших дорогих гостей? Ну, мы приглашаем, естественно, ветеранов Детей трудового фронта Детей войны Узников, концлагерей Интернационалистов Здесь много народа 65 человек пригласили Ежегодно это так мы делаем Приглашаем, встречаемся с ветеранами Общаемся Дом культуры Подмосковья Подготавливает хороший концерт для них Программу только развлекательную Ветеранов с каждым годом все меньше Расскажите, на территории Пироговского Сколько сейчас героев проживает? На территории бывшего Пироговского поселения Таскаем 6 человек осталось В поселке Пироговске 2 человека Одному из них 101 год А Титаренко Михаил Моисеевич Пришел сегодня к нам на праздник Своей женой Я думаю, мы обязательно возьмем у него интервью А теперь давайте посмотрим, как там проходит праздник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В микрорайоне Пироговский Есть еще одна хорошая традиция Акция «Живой коридор» Именно так пироговцы встречают Главных героев победы Субтитры создавал DimaTorzok Девятое мая 1945 года Это день победы советского народа над фашистской Германией Именно в этот день Весь мир вспоминает то трагическое время Которое выпало на долю миллионов людей И именно поэтому Отмечая великий праздник победы Мы должны помнить каждый миг войны От начала Великой Отечественной До разгрома врага Мне бы быть звездой Той, что над тобой Видеть, что ты рядом И что живой Радоваться вместе Рождению дня Хрупкую надежду В душе храня Если снова в бой Вся моя любовь Устремится первой Теряя кровь Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей Не высказанной Вины В этот день Мы вспоминаем погибших на полях сражений Самоотверженно работавших в тылу Поднимавших страну в послевоенное время И не доживших до сегодняшнего дня В этот день мы отдаем дань уважения тем Благодаря кому была одержана победа В борьбе за свободу и независимость Советского Союза Нашей любимой Родины Субтитры делал DimaTorzok Михаил Мисич Титаренко Участник войны Ушел на войну Когда ему исполнилось Столько-только 18 лет Он служил там Где, куда его послали На Дальнем Востоке Война с Японией Ранен, контужен Здоровье, конечно, не очень хорошее Еле ходит Трудно ходить Вы его супруга? Да, я его жена Я Титаренко Александра Михайловна Я с 1935 года Когда началась война Мне было всего 6 лет Вообще трудно говорить То, что пришлось пережить за все эти годы Хватит, хватит, хватит Хватит, хватит В 1941 году Нас взяли Три человека В армию Барнаульского военно-пехотного училища На офицеров Весь 23-й год Молодяк Я был разведчик Артиллерийских и медометных частей А что входило в ваши задачи? В наши задачи Уходили Укреплять район И чтобы Япония Не пошла на Россию Всех И старых, и малых Всех С днем этой победы Самое главное Что мы Наши отцы Деды И все Бабушки И дедушки Отстояли эту войну И нам дали жить И жалко всего И день победы И жалко всего А сколько дочек Вспоминаний Вот этих До войны После войны В этот день Лично у меня 74 года Много это или мало? Раз слезы на глазах Наверное мало Такой праздник День победы Но даже со слезами на глазах Отмечаем мы его С размахом Темная ночь Только пули Слистят по себе Только ветер Будет провода Пусть улетает сайту Темная ночь Ну и какой праздник Без полевой кухни Расскажите пожалуйста Чем угощаетесь сегодня? Ой, сегодня у нас Полевая каша 50 грамм фронтовых Чай обязательно Повара стараются Каша у нас С гречечкой И тусонкой С говядиной Как думаете Хватит на всех очередь А там уже почти Домыти Надо 2 тысячи человек Накормили Пришло время и для нашего перерыва Денис, приятного аппетита Денис, приятного аппетита Возле знаменитых фонтанов Расположилась небольшая экспозиция Сейчас узнаем Кто сделал эти прекрасные работы Здравствуйте Наша выставка Она уже ежегодная Традиционная Посвященная безусловному Этому знаменательному празднику 9 мая Это очень важно Необходимо подрастающему поколению Несмотря на то Что прошло безусловно Большое количество времени У нас это традиция В нашем детском саду Чтобы каждый воспитанник Хоть как-то мы могли им сказать Огромное человеческое спасибо Низкий поклон И реализуем это безусловно Через маленькие поделочки Сегодня мы попробовали Новое ввести Мы своими руками Сделали маленькие поделочки Каждому проходящему Мы ее вручали Как частичку праздника Каждую семью Все были безумно рады И тому свидетельство Пустой ящик И вам Спасибо большое Несмотря на то Что Пироговский Уже давно стал частью Города Мытища Здесь проходит свой день победы И сегодня я поняла почему В этом месте Главное торжество страны Приобретает черты Домашнего праздника Уютного и душевного Мытищенцы С Днем Победы Я поздравляю всех Наших пироговцев Мытищенских Всех поздравляю С Великой Победой Над фашистской Германией Ура! Ура! Дорогие мытищенцы Поздравляем вас С Великим Праздником Победы Мирного неба вам Над головой Мытищенцы С Днем Победы Привет из Пироговского После торжественного митинга Жители Марфина Подходят к памятнику Летчика Василию Семеновичу Балмуту И возлагают цветы Он был героем Советского Союза В боях Великой Отечественной войны На двухместном Двухмоторном Истребителе-перехватчике Произвел 16 боевых вылетов Сбил два самолета противника 2 декабря 1941 Выполняя боевое задание В районе деревни Каменка Сбил третий Вражеский самолет Но его истребитель Был подбит Приказав штурману Покинуть машину Балмут Отвел горящий Перехватчик от деревни Марфина И ценой своей жизни Спас ее жителей Василий Семенович Балмут Похоронен в Марфина На его могиле Установлен памятник А на месте Крушения самолета Обелиск И пусть эти голуби Взмывают ввысь С верой светлое будущее Мы находимся в центре Культуры и досуга Марфина И рядом со мной Василий Иванович Пахомов Ветеран Великой Отечественной войны Здравствуйте 27-го года 27-го года рождения Расскажите пожалуйста Сегодня великий праздник День Победы Василий Иванович Что вспоминаете Какие сегодня ваши эмоции Мои эмоции такие Да Меня очень рано Побезали в армию Мне еще не было 17 лет Да Войнком Сразу пришла повестка А у нас Наши районы Забрали 400 человек И началась учеба Да Шла учеба Учеба Так Военная подготовка Да Тревога была Каждой неделе Два раза В час ночи Ну это мы все выдержали Да И хорошо что 9-го мая 45-го года Война закончилась Мы были очень рады Очень рады Вы помните этот день? 9-го мая 45-го года А день 9-го мая Да Вот Командир роты пришел И Дорогие солдаты А дорогие солдаты Да Война окончена Вот Ну мы Похлопали Да Ну служба все равно Продолжалась Да Пока сердце работает Все Будем жить Спасибо большое вам С Днем Победы Долгих лет вам жизни Здоровья Спасибо вам А сейчас рядом со мной Анна Константиновна Мирошниченко Ветеран Великой Отечественной войны Здравствуйте Анна Константиновна Здравствуйте Здравствуйте Как ваше сегодняшнее настроение С Днем Победы Вас поздравляем Искренне От души желаем Долголетия вам Здоровья Счастья Всего хорошего Как ваше настроение Ну Праздничное настроение Как же День Победы Долго мы его ждали Я 4 года была На фронте Девчонкой после 7 классов Прибавила годик Себе И ушла добровольцем на фронт Была Сначала В медсестры В медсестры Санитарочкой А потом уже Медсестрой Потом уже И старший Медсестрой Сколько крови Переливала И сколько Своей отдала Крови Раненым Была тяжело Ранена После выздоровления Снова Выписали На фронт Помните День 9 мая 1945 Мы как раз Наша вот часть Она проходила Северо-западный фронт Западный фронт Третий Белорусский И вот как раз Освободили Кенигсберг И нас Погрузили В эшелоны Отправили На Дальний Восток В войну С Японией Вот А тут Передают Что война Кончилась Мы уже были В эшелоне Радости Была Неимоверно Сколько Вы сильный Человек Вы легенда Будьте здоровы Будьте счастливы Пусть сегодня Будет все внимание Привлечено к вам Спасибо вам большое Низкий поклон Любой праздник Особенно такой Как День Победы Должен сопровождаться Песнями и танцами Как раз сейчас Сзади меня Выступает Коллектив Русской народной Песни Ивушка Песня На звуке Духового оркестра Перед театром Фест Уже собирается Народ Здесь прозвучит И послевоенная Танго И конечно же Вальцы Будет здесь Известная Реорита И вообще Очень много Любимых И всем известных Композиций Праздничные мероприятия В округе Продолжаются И все конечно В предвкушении Праздничного Самого яркого Салюта Который раздаться Ровно в 21.30 В небе Над Яузой Над всем округом Редактор субтитров Редактор субтитров